Профилактические беседы становятся нормой для транспортных полицейских. Один случай за другим заставляет их буквально стоять вблизи железнодорожных путей и внушать людям, что ходить здесь опасно. Летом 5 погибших и 15 пострадавших. Только в сентябре один человек погиб и уже трое травмировано, а это значит калеки на всю жизнь. Тем не менее и отдыхающие местные жители идут вдоль путей, чтобы быстрее попасть на море. Появляются здесь и подростки. Они идут вот по этим путям, опять же, чтобы сэкономить время. В последнее время молодежь увлеклась экстремальным селфи. Забираются на мосты и вагоны, чтобы сделать эффектное фото. Такого подростка едва удалось спасти. 80% ожога тела. С начала учебного года зарегистрировано 4 транспортных правонарушения. Бьют еще окна вагонов. Ну а пример взрослых сегодня налицо. Редкие в ходе нашего рейда не переходили через пути, а возвращались. Вернемся, конечно. Не напугал тот случай данной дамой. То есть вы для себя сделали вывод, что она... Не, мы вернемся, все вернемся. Не будет. Мы гости здесь у вас. Инспекторы ОПДН, как детям объясняют взрослым, надо показывать хороший пример, надо ценить свою жизнь. Увы, многие просто отмахиваются рукой. Самое главное правило – это помнить, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Если ты оказался рядом с железной дорогой, мы не подходим ближе 5 метров, провода не трогаем, потому что ток 2000 вольт, камни на рельсы не накладываем, камни в поезда не кидаем, потому что от этого могут пострадать как сами дети, так и пассажиры, которые следуют в пассажирских поездах или в электропоездах. Сразу после рейда сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы среди учеников третьих классов школы номер 10. Мероприятие началось с срока правовой грамотности. Дети, в отличие от взрослых, слушали очень внимательно и согласились с тем, что железная дорога – не место для игр и шалостей. Им были вручены памятки о правилах поведения на морвокзале, в аэропорту и на железнодорожной станции. Елена Всецн, Борис Осин, телекомпания ФКТ.